Хэй, дружище, давай проверим твою реакцию. Если ты успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, то ты просто красавчик да готов. Я считаю... Раз... Два... Три... Четыре... ПЯТЬ! Эй, ребята, вы знаете то, что на Сирена Студио вышло целых две новых анимации? Два очень крутых мультика, первый как мультяшный кот стал качком, а вторая анимация это битва КВ-44 против Большой Сирены. Я советую всем заценить, ссылочка в описании. Ну а вы, ребята, знаете, что это за монстр? Вы, наверное, скажете, какой-то новый монстр Тревора Хендерсона, какой-то пончик, да, или что-то в этом роде. Да, ребят, как бы так это и есть. Это пончик, ACP пончик, или же монстр Тревора Хендерсона пончик, или же пончик оголовый. Ну, короче, да, друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Слайкмаст и Дарк, и у нас сегодня будет пончик оголовый. Вот такой вот прикольный новый монстр, расти и увеличиваться каждую минуту в нашей любимой игрушке под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья. Вообще, ребят, как бы пончики съедобные, да, их можно кушать. Я думаю, многие из вас, или может даже все пробовали пончики. Такие кружочки, внутри есть дырочкой, да, и довольно-таки, в принципе, сладкие и вкусные. А этот, ребят, пончик немножечко не даст себя съесть. Скорее наоборот, он даже вас съест, чем вы его съедите. Вообще, это, ребят, монстр, который маскируется под пончик. Вот смотрите, как он выглядит с пончиком. А вот, ребят, как он выглядит без пончика. Это вот что-то типа маскировка или броня. Это какой-то, видите, перекачанный, накачанный колобок. Вообще, на самом деле. С пончиком на туловище или на голове, или что это вообще у него такое, вот, да. Очень, кстати, ребят, многие монстры Тревора Хендерсона маскируются. У нас есть кукловод, который, вы помните, что делает. Он, ребят, как бы марионетками манипулирует, да, и своих жертв таким вот образом завлекает. И еще также, ребят, паук. Хаггер. У него тоже есть марионетка, да, такая в виде паутины. С помощью этой марионетки он заманивает к себе в ловушку жертв своих. И потом из них, собственно, и делает эти марионетки. Короче, ребят, у монстра Тревора Хендерсона есть разные способы, как хорошо покушать. Вот этот пончик у нас приловчился и стал пончикоголовым. Ладно, ребят, все это, как говорится, теория. Ну, а теперь давайте прямо сейчас же мы поиграем за настоящего пончикаоголового. И применим все эти знания и умения на практике. С вас, конечно же, очень-очень много лайков. Давайте, ребята, наберем на этой серии 5000 лайков. И тогда выйдет сразу же новенькая серия про других монстров Тревора Хендерсона. Ну что, ребята, мы, конечно же, начинаем. Так, побежали, побежали. Реально, смотри, Дар, какой перекачанный колобок. Знаете, реально, ребят, колобок. Такой взял, убежал. Хотел сказать, колобок попросился. Быстрее у тебя конкурент посмотрели. Вижу, вижу, вижу. Такой, ребят, взял, колобок убежал. И вместо того, чтобы бегать по лесам, и убегать потом там от лисы, от волка. Откуда там, кстати, еще колобок убегал? От зайца, по-моему, от медведя. Не помню, короче, ребят, очень давно эту сказку читал. Лет, так, наверное, 20 назад. Вот. И, в общем, вместо этого всего он решил, знаете, что сделать? А, и меня этот паук, смотри, бьет. Ах, ты ж, иди сюда, паучара. Паучара, жучара, а. На. Короче, ребят, вместо всего этого он решил забежать в какую-нибудь кондитерскую. Там нашел пончик. И захватил его наглым способом. Смотри, сейчас, ребят, еще этого паучка мы завалим. Вот, на, получай. Получай, давай. А, ща, подождите, ребята. Есть, мы его убили. Да? Или что случилось? Есть, ребят, завалили. Это хорошо. Кстати, довольно-таки, ребят, сильный. Такой вот монстр пончик. Так, минус. Подходим. Удар. Добавно, что когда по нему попадают, с него пончики вылетают. Вижу, вижу, да. Минус. Интересно, кстати, ребят, по-моему, сделано. Минус тоже. Он, кстати, когда вроде бьет еще, да? А, нет, кстати, нет. Только когда попадают. С него, ребят, пончики вылетают. Вот сахарная пудра дышать умеет, по-моему. Да, да, да. Смотрите, кстати, ребят. Сейчас будет приколюха. Не знаю, правда, ребят, как это подействует летишек. Но, по идее... Ты их засасываешь. Ты их засасываешь. Вижу, вижу. Ну, по идее, как-то мы их, ребят, должны убить. А, мы их засасали? Да, ты их присосал к себе, и поэтому начали все умирать. Прикольно. Потом уже можешь убивать, да. Ну, мне кажется, людишки для этого слишком маленькие, да? О, реально, смотри. Ты их съел всех сразу. Смотри, пончики поедели. Да, да, да. Посмотри. Ребят, прямо в рот, понимаете? Прямо в рот залетают. Давай еще дэшек, я хотя бы наемся. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Притягиваем. Помнишь, ты паука вначале обидел? Вот они теперь сейчас побегут кемстить. Хорошо. О, сейчас, ребят, позатягиваем их. А, что-то они меня окружили. А, ребята. Учё-то посильнее будут. Так, ладно, давайте так вот их сначала оглушаем. А потом их, смотрите, ребят, убиваем. Валим их. На. А ну-ка, ребят, какие есть еще у него атаки? О, кстати, смотрите. Вижу, вижу, вижу. Неплохо так. Неплохо. Так, вот, убиваем, убиваем. О, съел одного, двоих съел. Вижу, вижу, вижу. О, еще. Ох ты, как хорошо. Дарк, я понял, я понял. Это все так же, как из большой сирены с великой матерью. Мне нужно сначала хорошо так продамажить, а потом я могу скушать. Вот, смотрите, ребят, во, взял, да. Побил их, ранил очень серьезно. У них мало хп осталось. И мы их, ребят, покушали. О, ребят, смотрите. В составе, как бы, пончиков есть молоко. Ну, в составе тесто 100% есть. Может, кстати, вот эта глазурь тоже. Или что-то сверху. Там тоже стопудяк есть молочко. Мне, ребят, кажется то, что, знаете, что молочко нам будет очень даже полезное. Сейчас мы его давайте попьем. Или даже скорее покушаем. Да, не плохо, не так. Оно что у нас в твердом все-таки состоянии в виде монстров Тревора Хендерсона, Милк Волкеров. О, и паучка, ребят, заодно. Ох, ты подбежал, умер, да. Да, лучше бы не подбегал бы. Лучше бы убегал бы. Живее бы, целее бы остался. Ладно, ребята, мы расправились довольно-таки хорошо. О, ты что сиреноголовым стал? О, вижу, вижу, вижу. Ё-моё, что сиреноголовым? Вот, ребят, читерный сиреноголовый. Ай, больно, блин, а. Больно, ребята. О, капец. Ах, вы ж гады, а. А ну, получай. Что это за сиреноголовый такой, а? Ща, подождите, мы их завалим, завалим. Ах, вы ж, блин, а, гады. О, есть, кстати. Откуда пауки берутся, а? Не знаю. Пауки, ребят, походу, там у них какое-то логово, что ли, да? Так, этого мы убили. Так, этого давайте, ребят, паучка, кстати, тоже убьем. Вот, всё. Захавали. Капец, ну ты силён, кстати, на самом деле. Кстати, сильный пончикоголовый, да-да-да-да. Кстати, да, ребят, уже на канале был один ролик про пончикоголового, где у нас пончикоголовый сражался против всевозможных качков и монстров, в принципе, Тревора Хендерсона. Посмотрите, друзья, обязательно эту серию. Серия действительно интересная получилась, кстати. Капец, одного удара ты видел? О, ребят, светофоры. Я же, что-то про голову, они любят спрятаться, не забывай. Да, знаю. Сейчас, ребят, их засосём. Вот, засосём, присосём. Смотри, они замедлились, пока льдят. Да-да-да, вижу-вижу-вижу. Так, ребята, капец. Ах, вы ж гады, получайте. Хочу захавать светофоры голова. Посмотрим, он так тянет к тебе. Сейчас, ребят, захаваем, захаваем, подождите. Давайте, прям в ротик. Подлетели мы куда-то. Ну ладно, для нашего пончика это, ребят, не проблема. Столько пончиков летит, когда по мне стреляют. Ребят, капец. Ладно, ребят, разобрались мы со светофором голова. Слушай, раз ты такой странный свеющий, то поделись со странными формами жизни. Ну снова этих монстров ты решил заспавнить? Не такие, ребят, приятные. Так, притягиваем, притягиваем. Ну и, кстати, довольно-таки сложно притягивать. Ребята, это прям реально, видите, нелегко. Так, вот, сейчас завалим. Ну да, один из немногих поможет так делать, знаешь. Потому что, да, довольно-таки, ребята, интересно, кстати. Вот такая суперспособность этого монстра. Примагничиваешь, примагничиваешь. Так. Сейчас можешь всех притянуть разом, всех убить, что ли? Ну да, 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 я так и хочу. Потому что по одному у них довольно-таки сложно убивать, видишь? Но, видимо, придется все равно этих убить сначала. А потом уже убивать других. Ты топнул, ты столько сейчас убил за раз. Этих, ребят, смотрите, кстати, получается притянуть. Они слишком далеко. Ой, не могу, не могу. О! Вот, нормально, ребята, а что происходит? Тихо, тихо, тихо. Притягиваем их. Притягиваем их. Вот, один прямо здесь, смотрите. Все убили. Двое еще притягиваются. Так, ребят, минус двое, двое остается всего лишь. Одного мы, видите, уже притягиваем. Так, сейчас, аккуратно, аккуратно. Давайте, ребят, притягиваем, притягиваем, вот. Ну, мне кажется, сейчас со всеми разберешься, на самом деле. Давайте. Вот, минус один. А второму уже убили, когда второму убили? Ты готов, на самом деле, очень быстро убиваешься. Так, хочу домоголового. Ну, че не умирают с этого удара, а? Ты такой сильный просто оказался. Да че не умирают? Ладно, ребят. Сейчас будем поглощать. Ты недоволен, что они умирают? До того состояния, пока он не поглотится. Съели, ребят, видели? Ты сильный, реально. Нифига себе. Ну, слушай, слушай, пончик, тогда давай-ка мы тебя зажарим. Пончик решил немножечко искупаться. До хрустящей корочки. Гексопод тоже нашел искупаться. Да-да, видел, видел, и он сгорел, ребят. Гексоподам нельзя в воду, иначе не сгорают. Все-таки они как бы из огня. Ой, ребят, че, мне кажется, слишком это опасно. Разжигать огонь, да? Раздувать огонь. Так что предлагаю лучших убивать просто с кулака, с удара. Так, ребят, этих давайте все минус два. Орудуют на карте, жесть. О, эндер-драконы. Но, кстати, есть именно, так скажем, способ бороться. Я, ребят, разбил их кристалл, они все погибли. Жесть. Это было слишком легко. Так скажем, кто шарит в Майнкрафт... Как я убил-то его, подожди, давай еще до Брикеньюса. Ты топнул, и он умер. Как я его убил-то? Ты обернись, какие Брикеньюсы, тебе другая проблема зарисовалась. Да ладно, они все слабые. Капец, ну да, кстати, для тебя они походу слабые. Ты очень сильный пончик. Давайте, ребят, целого Титана съедим, а? А, ладно, с ними слишком скучно. Что? Ты видел, сколько ты их убил с удара? Да, конечно, посмотри, как бы на пончика, ребят, такой здоровый, накачанный, опасный. Да, да, да. Так, сейчас. Очень опасный. Смотрите, на минус один. На минус второй. Так, ребят, скайскримеры. Минус. О, засосем давайте его. Так, давай-ка. Но они слишком большие, в рот такой, ребят, не поместится. Даже суперспособность использовать не успевает, ты понимаешь? Не успевают ничего они, ребят, сделать. Поэтому минус. Так, кто же еще будет, помимо скайскримеров? О, ребят, смотрите, гигант с красными точками. Ооо. А он уже не слабак. Это все-таки, друзья, довольно-таки сильный монстр, ага. Тихо, тихо, тихо. Главное, друзья, не упасть. Так, притягиваем его, притягиваем, притягиваем. Но мне кажется, ребят, он слишком большой. Так что лучше его просто бить. Он опять, смотри, меня куда-то подкинул. Ребята, капец, конечно, такие есть монстры бесячие, да? По типу вот этого гиганта. Очень, ребят, конечно, бесячий монстр. Он постоянно тебя подкидывает куда-то. Ты улетаешь из-за него. И он даже драться с тобой, видите, особо и не хочет. Он постоянно тебя куда-то отбрасывает. Да капец, я даже не успеваю его ударить. Ребят, что происходит, а? На. На. Умри уже, давай. На. Ребят, удар сейчас ногой будет. Так, сейчас, подождите, засасываем. А, засасали, кстати. О, да, убил. Вкусненький, ребят. Жиз, конечно. Да, он очень был противный, с ним было сложно драться. Ты уже, кстати, здоровый. Мне кажется, на тебя уже мистик гастов можно натравливать. Ребят, смотрите, реально, понимаете? Уже размером с туманного гостя. Минус два туманных гостя. Ну чё, Адарк, давай бегемота. А, Годзилла? Давай Годзиллу. А может, давай там нескольких. О, отлично. Так, ладно, ребят. Уже, мне кажется, это не поможет. Так что... На. На. Просто на. На. Сейчас начнёт. Ты же, понимаешь, что-нибудь делать, Годзилла? Да, капец, сейчас, ребят, что будет? Сейчас тебя Кинг-Конги ещё... Кинг-Конгов прям в полёте убили. Вижу, вижу, вижу. Да потому что, ребят, полная жесть какая-то, видите, происходит. Так, бьём нормально, сейчас разберёмся. Всё, ребят, горит. Годзилла, горит с жару. Годзилла, ещё живут, кстати, да? Да, все, ребят, живы. Живучие гады, живучие. Все эти Годзиллы. На. На. С ноги их, ребят, просто избиваем. На, получай, Годзилла. На, получай. Знаешь, кого вашим шумом пробудили, на самом-то деле? Ну, ну, кого же? Бегемот! Ребята! Он всех Годзиллу бил. Капец. Смотри, вылез, всех убил. Сейчас, подожди, подожди. Бегемот, на! Что? Подожди, а что-то, кстати, Годзиллы долго умирали, а? Не знаю. Они в какой-то супер яростный режим, ребят, перешли. Короче, Гаррисмот, это игра, так скажем, тупо рандома, да? Да, да, да. Вообще, необъяснимо, каких-то бывают вещей. Необъяснимо, но факт. Хорошо, что-то скажешь на перехода. Видели, ребят, я не мог убить Годзилл, при этом Бегемот взял с удара, убил Годзилл, а я подошел, убил с удара Бегемота. Короче, ребят, реально какая-то непонятная фигня произошла, но зато главное то, что мы их убили всех, а какими мы это сделали способами, это, как говорится, уже никого не волнует. Так, ребята, три хэд, давайте, притягиваем, присасываем к нам. Он уже опаснее, намного опаснее. Это да, он поопаснее, ребят, чем Бегемот будет. На, давай уже умри, а. Ребят, три хэд, реально, видите, такой большой, опасный. На, он, кстати, больше, чем Бегемот. И даже опаснее, чем Бегемот. Хотя, кстати, против Бегемота он, ребят, не факт, то, что сильнее, у них силы равны. Там уже, как говорится, кому повезет. Ну, кстати, сейчас эти четыре головы три хэда съедят тебе пончик. Может быть, может быть. Да, по кусочку подкусывают. Но вот, ребят, когда три хэда дерется против других монстров, мне кажется, он посильнее. Смотри, они реально тебе съели пончик, смотри. Вижу, вижу, вижу. Мне кажется, он, ребят, будет посильнее, чем Бегемот, именно когда он дерется против других, например, Титанов и так далее. На, получай, есть! Ребят, нашего пончика голового, даже, видите, немножечко ранили и снесли пончик его на голове. Да, и теперь он такой злой большой колобок. Реально, ребят, злой, огромный-огромный, такой гигантский колобок. Рот-колобок, пожиратель-колобок. Ну, короче, да, ребята, вот такой сегодня у нас был опасный злой колобок, а точнее, очень-очень злой пончик. Пончик-оголовый. Вот, ребят, смотрите, его пончик только что на голове появился. Да, три его. Вот такой, да, ребят, пончик-оголовый, монстр Тревора Хендерсона новенький. Сегодня у нас рост увеличился каждую минуту, и в итоге так вырос, что он даже победил Годзилл, Кинг-Конг, Бегемотов, трехедов и других монстров Тревора Хендерсона Короче, да, ребят, огромнейший такой пончикоголовый Ну а с вами был я, Слайкмаст И, конечно же, друзья, Дарк Всем спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки Ну и мы, ребята, конечно же, встретимся с вами в новых сериях Либо в старых, предыдущих сериях Всё, друзья, мы на этом, конечно же, с вами прощаемся Всем пока-пока! Всего хорошего, народ! Субтитры сделал DimaTorzok